Спустя три дня после произошедшего на тест ситуации приехали ознакомиться депутаты профильного комитета парламента. Министр энергетики и вице-премьер провели народным избранникам экскурсию по энергоблокам. Показали место аварии и то, как сейчас рабочие трудятся над восстановлением работы агрегатов. Цех, в котором произошла авария, сегодня окутан дымом. Бочки с огнем, которыми разогревают трубы, расставлены в разных частях блока. Дым настолько густой, что даже людей видно только по лучам фонариков. В здании энергоблока депутаты решили долго не засиживаться. После осмотра модернизированной части ТЭЦ отправились на заседание. Глава комитета ТЭК Коджубек Рыспаев поинтересовался у руководства госэкотехинспекции, можно ли работать в условиях такой задымленности. На что получил отрицательный ответ. Депутаты подчеркнули, те, кто виноват в данной ситуации, должны ответить по закону. Нам неоднократно говорили, что к зиме все готово. Даже 25 января, когда мы встречались, нам говорили, что все нормально. Сейчас там греют трубы и сильный дым. Нужно отказаться от этого. Нужно изолировать трубы, чтобы они не мерзли. Вы все это должны проверять заранее. К вам есть много вопросов. Когда вы просите, мы вас всегда поддерживаем. Но если вы будете сидеть и ничего не делать, то так и будет. Куда смотрели ваши специалисты? Вы должны признать вину. Чиновники вину признали. Первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев даже напомнил, что вчера глава правительства уже принес извинения горожанам. Те, кто действительно виноват, теперь установят следствие. Выяснением всех обстоятельств сейчас занимается Генеральная прокуратура и ГКНБ. Готовы чиновники и к независимому расследованию. Члены правительства подчеркнули, что Кабмин намерен инициировать такое исследование. Правительство принято решение о создании независимой комиссии по устранению причин срыва подачи тепловой энергии. С 26 октября в котором будут включены представители ГКНБ, Гостехотехоспекции, Государственного комитета, промышленные энергетики, Нидрополюз, независимые энергетики и уважаемые депутаты, члены комитета. Мы просим также, чтобы в эту независимую комиссию были включены по согласованию депутата Джобаркиниш. Уже завтра парламентарии обещают поставить этот вопрос на заседании Джигуркукинеша. Параллельно со следователями народные избранники обещают дать свою оценку произошедшему. А также проследить за тем, чтобы наказания не ограничились увольнением рядовых исполнителей. Когда смотришь на старое здание ТЭЦ, плакать хочется. Везде дыры, масло течет. Система не выдержала, когда было минус 26. А что было бы, если бы у нас начались холода, как, например, в Казахстане, минус 40. А если такое повторится снова, город опять будет мерзнуть. Те, кто допустил это, должны понести ответственность. Мы должны открыто говорить, народ уже боится, что завтра все может повториться. Однако самый главный вопрос, на который депутаты потребовали ответ, как скоро в домах горожан будет тепло. Глава правительства пообещал, что бешкекчане уже сегодня перестанут мерзнуть. Что решение найдено. Руководитель насэнергохолдинга отметил, что температуру уже увеличили и воду начали подавать в дома. Однако, чтобы температура в квартирах вернулась на привычный уровень, воде нужно пройти несколько кругов по системе. Хотели бы попросить прощения, да? Хотели бы извиниться перед всеми горожанами за доставленное неудобство, но мы принимаем все необходимые меры. И, наверное, сегодня уже во всех домах уже будет свет, тепло и горячая вода. И температура воды начала подниматься. Полность температуры сетевой воды на новых турбогенераторах составляет 89 градусов. И сейчас подается средняя температура порядка... Окончал в душе. Оно постоянно меняется. У нас вот на новых агрегатах 89 градусов подает, а в центр города уже поступает 65-70 градусов воды. Паромментарии пообещали проследить за работой членов правительства. К обсуждению ситуации на ТЭЦ народные избранники вернутся на пленарном заседании. Члены правительства заверили, что соответствующие оргвыводы будут сделаны в самое ближайшее время. Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС.